Это близко как к Кедровке, но я даже не знаю сейчас это. Может придумайте как-то ее сохранить? А это не кукушонок? Нет? На дороге это уже все отжил. Он по-видимому с гнезда вылетел и... Потому что я его взяла... Вот здесь вот я шла к Глушкову, вот тут вот. Напротив летает много их. И он упал, может быть, упал, да? Потому что я взяла его и на мною, которая стрекочет сорок электронный. Мы можем только вынести на улицу, посмотрите. А кто это? Это какая-то новая птица прилетела, я не знаю, близко к Кедровке. По цыпленку... Я ее вчера видела. По цыпленку трудно определить. Надо на то место унести ее, на то место. Он будет кричать, а родители его могут докормить. А как вы поймали? На то место. Он прямо на дороге. На то место. Он куда-то в траву даст голос, а они его накормят. Ну и если. Это единственное, что мы можем делать. Мы не знаем, чем его кормить. Мы не можем определить его ничем. Мы вчера быстрее, я такую же видел. Ну все. Вот такая штука. Что у вас сегодня? Немка. Давай, стоять. Нормально? Да. Как вы? Бессонница не мучаетесь? Нет. Нет. У меня интересно. Ночью, если проспал, тоже не шевельнуйся даже. Утром только вспомни, что лег спать, ноги не помал. Потому что ты там ходил. Давай утром ноги. Уже встал. И тогда давай только ноги мыть. Ну интересно, как. Ночная молитва, если я ее проспал, это ну как ЧП такое. Даже ни разу ночью, видно, не пошевельнулся. Утром встал, надо на молитву, а ночной молитвы нет. Давай тогда уже утром ночную молитву выполнил, бошак накормил. А тогда уже давай дневные молитвы. Так интересно. Целый день-то с вами я здесь бегаю. У тебя как дела-то? Ну я его ночью поднял. Нормально? Отошло. Надо всех поднимать, которые мучаются. Видите, тучами заволокло. Если будет дождик, целыми днями будем сидеть здесь. Так, Тихонович. Я не могу долго заснуть. Что не можешь? Долго заснуть не могу, когда прихожу в Киев. Не знаю. Долго заснуть не может. Но они в футбол играют, понятное дело. А ты заснуть не можешь? Ну потому что перед сном надо успокоиться. Тихая прогулка. Перед сном запретить пройти разные футболы и прочее. У тебя кровь-то разогрелась и... А спокойно разговаривать, сесть, побеседовать, помолились. И ты лег и сразу заснуть. Днем не ложитесь, встаете. Во сколько ложатся они? В 9? Ну в 9. Видите, а я ложусь в 10, в 11. И утром встают в 3 часа. Почти в 3 часа. Ну, понимаете, маловато время как бы. Не страшно. Ну, тебя как дела? Нормально? У нас все хорошо идет. У нас это, Игнатьич, значит, жалобы на Тараса вот. Вот от ребят. От ребят, от этих вот. Все время лезет ко всем. Так, что за жалоба? Ну, говорите, кто у вас все. Все время лезет. Всем. Громче говори. Все время лезет ко всем. Кепки занимается, прыгает на тебя. То есть задирается. Да, все время лезет ко всем. А зачем ты это делаешь? Руки из карманов. Поиграть охота? А! Вот так. Спокойно, не качайся. Причина-то какая? Они не обливают. Вчера на футболе ты мне кепки просто так снимал, когда я сидел. Я не пойму, причина-то какая, что ты забираешь их? Без причины, да? А без причины это признак дурачины, когда смеются. Не надо этого делать. Вы мне конкретно покажите, как он это делает. Вот. Я вот так вот сидел. Вот. Он вот так вот отбегает, забирает и убегает. Ну, это не... А зачем? У тебя, я вижу, уже на лесте вот здесь вот какие-то рамки. Что это такое? Это Кирилл Дмитрий. Что? Кирилл на Тарзанке говорит Дмитрий. Ну, не надо. Тарзанкой можно там палка такая ударить и голову прошибить. Он, когда Тихонович, все время ко мне лезет, прыгает на меня, забирается. Я говорю, я его нормально прошу. Тарас, пожалуйста, не дайте ко мне лезть. Я занят. А чем ты занят? Ну, когда я работаю, он все время ко мне лезет. На меня все время забирается, прыгает. Во время работы? Да. Все время лезет. Значит так, сегодня... Так, подожди. Сколько времени сейчас? Время сколько? Сейчас скажу. А? 21 минута восьмого. 21 минута поздновато уже. Давайте тогда так сидеть не будем. А мы сейчас пойдем туда, где у нас лезимка, и там поборетесь и все. Давайте. Все, прекращаем. Он не знает, какие энергии делать. Арсений. Так, все. Положите пока на этом, все. Идите сюда. У него животные, кто ли? А, за. Обзывается? Да. Обзывался, нет? Нет. Нет, не обзывался. А, стой, стой. Это когда мы... Выключай там. Все. Надо это... А куда вода девалась? Я вчера уже полную накачивал. А я поливал сейчас в теплице. Закрывай. Я думаю так, мы сейчас быстро пойдем, где купаемся, туда на пирсе. Маленько на эту сторону. Не надо пальцы грести. Грязь эту. И там есть такая ложбинка. У нас кого-то здесь нету из лагеря-то. Много. Пацаны, мальчики все здесь? Да. Можно в туалет сначала сходить? Так. Дело вот какое. Вчера кто-то здесь забыл кортку, как вот здесь вот лежало, бело утром. Кто взял? Три раза вокруг лагеря. Ага. Так. Теперь пока дождя нет, идите туда, я сейчас туда приеду. И подопоримся, чтобы он силу куда-то делал. Можно в туалет сначала сходить? За животное. В туалет сразу? Да. Ой, за животное. А ты вон в туалет сходи. Вон, видишь, нет? За келью, за столбом. Ага. Вот туда иди. Да, вот там хорошо. Так друг другу не мешайте. Я в туалет тоже буду. В туалет? Да. Ну вот туда сходи тогда. Я тоже. Тоже там, у тети Надьи сходите туда, в другой. Так. Ну еще что? Так, сейчас будешь бороться, приложи все силы, чтобы сила из тебя вышла. А потом не задирайся. Годится так? Вот, всю энергию выплеснишь там и все. Ну посмотрим, с кем ему бороться-то. С Андреем. С Андреем. Ну, я не знаю. Андрей его заборет. Дело в чем. Когда-то Никита там вел занятия. И в это время там вот этот бежал, перевернулся и по-пластунски. Из Украины спрашивает, там Валентина Пивень, а кто там по-пластунски ползет? С вами идут занятия, он в траву упал и один ползет. Видимо кино-то насмотрелся. И у него здорово получается. Так что еще с ним по-пластунски потренируешься. Пластуны они назывались раньше разведчики. Пластуны. Так что его я не знаю, поборешь ли ты. Он в ванях заборол. Почему у вас, среди вас оказалась одна девочка здесь? Чтоб дополнить. А? Чтоб дополнить тройку. Чтоб пилить. Пилить. Я думаю, надо лучше было уменьшить. Одна не была. Одна зачем она? А мы сейчас пойдем, она домой туда в лагерь уйдет. Нет, она пойдет с нами. А то ее мы не отпустим. Значит что? Тогда с ней бегом сейчас бегите. Вот вы двое сильно бегаете. Ее там сдайте в лагерь, а потом сами бегите туда. А куда бежать потом? Где купаетесь, на лизинках, там бороться будете. Вперед. Я не допустим. Выписти лебеди. Девочку отвезти одну. Ну а ты, который это, Тимофей, ты слабо ходишь. Стой здесь. Бегом давайте, Кирилл. Можно с ними бегать до лагерь и туда к нам навстречу. А я? Я не могу сказать? Мама!